Добрый день, мои любимые зрители и подписчики моего канала! Я вас приветствую на своём канале в гостях у Милы Людмилы и рада с вами поделиться вот таким рецептом, как можно приготовить из одного теста вот столько разных вкусняшек. Эти вкусняшки украсят ваш стол на любой праздник, мои хорошие! И кому это интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и вы будете в курсе всех событий. Ну, давайте посмотрим, что нам потребовалось для приготовления вот этой вкусняшки. Для приготовления наших печенья, друзья мои, я взяла кефир. Ну, у меня это мацони, буду сейчас только на нём готовить. Чайная сода, ванилин, мука, маргарин, одно яйцо и приготовила тёрку. Сейчас буду перетирать маргарин с мукой для начала. Для начала добавлю ванилин к муке и перемешаю вот так немножко. А чайную соду я добавлю к нашему кефиру, чтобы произошла реакция. Всё перемешали и сейчас будем протирать маргарин. Ну, вот так, обмакая маргарин в муке, я буду перетирать полностью быстренько, чтобы маргарин не нагрелся, а то он нагревается быстро от теплоты рук. Вот так, и превратим вот в такую крошку потом. Будем перетирать хорошенько. Всё, я протёрла уже маргарин с мукой вот так, довела в крошку и добавлю вот чайную соду в наш кефир. И посмотрите, какая реакция будет. Надо быть аккуратным, когда добавляете чайную соду в кефире. Он быстренько начинает пузыриться, как шипучка. Видите как? Сейчас всё, пошла реакция уже. Буду ждать, пока стаканчик почти не наполнится. Всё, уже шипит. Слышно, пузырьки пошли, видите? Не знаю, вам видно, нет? Ну, вроде бы должно быть видно. Посмотрите уже, сколько стало. Как быстренько пошла реакция, видите? Ну, всё. Разобьём одно яйцо. Пока. О! Всё. Одно яйцо. О! Видали как? И отправляем наш кефир здесь посередине. И будем вымешивать тесто, мои хорошие. Сколько муки у меня ушло, я вам скажу. Вот так быстренько перемешала ложечкой. И затем ручками будем вымешивать наше тесто. Вроде муки достаточно. Я для начала взяла 500 грамм. Ну, посмотрим. Если ещё нужно, мы добавим чуть-чуть. Но я так смотрю, вроде бы и не нужно. Всё. Замесили тесто. Сформировали вот такой кирпичик. И в пакетик отправлю в морозилку где-то на минут 20, друзья. И будем потом формировать наши печенёшки. Я не использую разрыхлитель, когда готовлю тесто. Ну, а если у вас есть разрыхлитель, пользуйтесь разрыхлителем вместо чайной соды. Ну, всё, друзья мои. Тесто я уже достала с морозильника. И сейчас разделю на несколько частей. Затем будем раскатывать. Так, пополам. Так, ещё пополам. В принципе, для начала разделю на 4 части. И будем с вами делать рогалики. Рогалики у нас будут, знаете, с чем? Рогалики будут у нас в чайные розы, мои хорошие. Припудрим немножко столик. Тесто очень хорошее получилось. Но всё равно нужно припудрить чуть-чуть, чтобы не прилипло. Вот сейчас сделаем вот такие колобки, шарики, чтобы потом раскатать. Всё, раскатали тесто. И сейчас будем делить вот этот корж на несколько частей. Сперва пополам. Затем на 4 части. На 8. Вот так. Ну, в принципе, на 8 частей достаточно. Получатся красивые рогалики. И будем выкладывать наше варенье, мои хорошие. Очень вкусно, конечно, чайная роза с грецким орехом. Ну вот, я сапожник как бы без сапог. Сама торгую орехами. И не куплю, забыла. Ну, я просто не думала, что буду готовить рогалики с чайной розой. А так бы я купила. Всё, выложили. Чтобы наше варенье не потекло, возьмём вот так края. Чуть-чуть сюда. И вот так закручиваем. Вот такие получаются у нас рогалечки. Ну, конечно, они у меня большие, но ничего страшного. Поперёк горла точно не станут. У меня внучка не любит с чайной розой. Я для себя делаю. А для неё я буду просто печенье готовить, мои хорошие. Я себе немножко сделаю. И для неё также буду готовить. Когда на противень ставьте, старайтесь, чтобы вот этот конец был вот так внизу. Вот так. Так внизу надо, чтобы было. Ну, вот, для внучки сделаю с яблочным джемом. Я порезала помельче. И вот так же закручиваю. Чтобы она знала, что это её рогалики. Так, закручиваем. Быстренько. И будет нам счастье. Я стараюсь не покупать с магазина, а тем более с рынка. Я никогда не покупаю. Сама пеку. Ничего страшного, что немножко времени нужно уделять этому. Зато ты знаешь, из чего ты приготовил. И не боишься кушать. Вот так. Всё, вот так все будем. Делать рогалики наши. Всё. Наши рогалики готовы. И отправлю их в духовку. У меня уже духовка нагрета. На 220 градусов. И выпекаю где-то минут 15-20. Но вы смотрите, друзья, по вашей духовке, мои хорошие. Всё. Всё, отправляю в духовку. Пока наши рогалики испеклись, я отправила это тесто в холодильник, друзья. Рогалики уже готовы. Поэтому я быстро раскатаю тесто. И сделаю, знаете, что? Печенье. Да, да, да. Для любимой внучки. Просто печенье. Вот так раскатаю чуть-чуть. Посыплю сверху сахаром. Вот так. Я не знаю, вы так делаете или нет. Это у нас в Молдавии всегда такие печенья. Молдавии тоже готовят на праздники всегда. Помню, в детстве мама всегда пекла такие тазики большие. Нас же много было. Шесть человек. Шестеро детей. И их двое. Вот такая у нас семья большая была. Нужно было кормить. Но раньше, знаете, не на маргарине делали такие печенья. А на свином жире вот этот топили. Свиной этот жир. И на свином жире, и на домашнем сметане, или на кефире. Вот делали эти печенья. Это мы сейчас уже все на маргарине. А тогда все было натуральное. Все раскатала. И сейчас, сейчас переверну, чтобы удобно было мне. Вот так, нашей формочкой любимой. Порежем. Вот такие красивенькие. Сперва вот так режем полосочки. Вот такая красота уже получается. Видите? А затем вот так наискосок. И получаются вот такие ромбики, мои хорошие. Посмотрите, какая у нас получается красота. Ну, вот эти края я всегда вот отдельно так режу. Оп. Вот так. Давайте все вот так будем здесь придерживаем. И вот так порежем. И отправим сразу в духовку. А мы в деревне, когда жили, то мама, если хлеб спечет, то она после хлеба отправляла, вот как говорится, в русскую печь вот эти печенья. Для этих печенюшек не нужна большая температура, в принципе. А для хлеба большая. И после хлеба всегда она отправляла вот эти печенья. Очень вкусные все. Сейчас отправим и эти тоже в духовочку. Ну, все. Наши рогалики уже, мои хорошие, готовы. Посмотрите, какие. Я посыпала сахарной пудрой для красоты. Ну, они и так очень вкусные, потому что там внутри джем сладкий. Ну, дальше у нас шли печенья. Сейчас я вам покажу. Вот, какие у нас получились печенья. Посмотрите. Это печенье любит моя любимая внучка. Так что, очень хорошо пропеклись, хочу вам сказать. Ну, а дальше у нас очень красивые печенья. Вот эта красота, которую я сегодня старалась готовить. И вам показать, как можно из одного теста приготовить. Посмотрите, сколько всего. Ну, вот, мои друзья, сколько всего мы приготовили из этого теста. Из этой порции, которую я сделала. Во-первых, это тесто универсальное. Из неё можно всю выпечку делать. Хоть сладкую, хоть с мясом, хоть с капустой. Это настолько такое тесто хорошее. Так что, если вы хотите, напишите себе в копилочку этот рецептик. Я под видео напишу полностью, сколько что ушло у меня. Ну, и давайте дегустировать. Посмотрим, наши какие печенюшки, как они испеклись в нашей духовке. Ну, давайте пробовать. Посмотрите, духовка очень хорошо у меня печёт. Мягенькие. А в разрезе, посмотрите, какая красота, друзья. Ой, вообще, отличные печенья получились. Ну, давайте дегустировать. Очень вкусно. Не сравнить, друзья мои, то, что на рынке продаёт. Не зря наши бабушки, мамы наши, всегда пекли. И радовали нас всегда вкусной выпечки, мои хорошие. Супер. Так. Давайте посмотрим рогалики. Взяла я с яблочным джемом. Тоже очень хорошо пропеклись. Посмотрите. Очень мягкие. И посмотрите внутри. Отличные. Тоже попробую. Мне не хватает терпения, если честно сказать. Очень вкусные. Вот это варенье, которое у меня, яблоко с тыквой. Изумительно. Ну, а вот эту красоту, если вам интересно, как я её приготовила, вы мне напишите, друзья. И в следующий раз, когда я буду печь, я обязательно вам покажу и расскажу, как можно вот такие вкусные, красивые печенья. Нарядные. Украсит любой стол. Ну, на этой ноте я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за то, что вы меня посмотрели. Пишите комментарии, пальчики ставите. Вы продвигаете мой канал. Так что оставайтесь с нами на моём канале в гостях у милой Людмилы. И до скорых встреч на канале. И вы узнаете все новости наши. Пока.